Всем привет! Начинаем очередное путешествие с компанией «Ла Русия». Компания «Ла Русия» организовала нам маленькую экскурсию по Новгороду. Это уже не первый раз. А вот мы были в хороших местах. Это Варламо-Худынский и Спасо-Преображенский монастырь женский. Я уже здесь не раз. Мне место это очень нравится. Это очень намоленное, хорошее, доброе место. Здесь всегда очень много людей. И вообще здесь очень хорошо, честно говоря. Хорошо дышится. Была хорошая погода, зима. На «Ласточки» из Петербурга мы приехали за 2 часа. К 10 часам были уже в Новгороде. Стоимость поездки на «Ласточки» 550 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, 500 с чем-то рублей. Она подорожала немножко. В прошлом году было подешевле. Вот все очень быстро, хорошо, ненапряжно. Приехали до железнодорожного вокзала. Монастырь находится в 5-6 километрах от города. Ну, взяли такси, потому что такси здесь не очень дорого. Такси около 200 рублей стоит. 180-200 рублей. И поехали туда. Вот я вам хочу показать все эти места, которые в этом монастыре. Как я наснимал, нафотографировал. И хочу рассказать предание образования этого монастыря. Когда-то здесь было худое место, поэтому и называлось место «Хутынь», то есть «Хутое место». И здесь жил, находился для молитвы Варлам, монах Варлам. Миров он был Олекса Михайлович, так его звали. Однажды к нему приехал князь Ярослав, и Варлам святой предсказал ему рождение младенца. Хотя тот, конечно, не знал, что будет младенец. Ну, этот монах Варлам срубил келью, одержал победу на нечистой силы. Поставил сначала деревянный, потом каменный храм во имя преображения Господня. В последствии в 1192 году храм был освящен архиепискому Григорию. Но, к сожалению, храм не сохранился. И это уже, если так можно сказать, новодел. Но не новодел, конечно, в 1515 году был построен Спасо-Преображенский собор. Самый известный постройка монастыря считает церковь Григория Армянского. Так вот, какие там еще легенды. Говорят, что в 1471 году приехал Иоанн Васильевич III. И сказал, что давайте-ка Раку раскроем, чтобы все прикоснулись к мощам Варлам. Когда он начал скрывать, появился огненный столб, который опалил стену, южную часть иконостаса, врезался в землю, оттуда пошел огонь. В общем, в большом страхе Иоанн Васильевич III покинул монастырь. Вот этот посох и паленые двери алтаря сохранил в монастырской резнице. В 1611 году монастырь стал резиденцией командования шведов, которые напали на Великий Новгород. Такие некоторые даты, я могу сказать. До 1925 года он был закрыт. Во время Отечественной войны монастырь был разрушен. 40 лет оставался в руинах, пострадала могила Державина, кстати, похоронен Державин. И в 1959 году стоялось перезахоронение останков поэта и его жены. С 20 апреля 1994 года действующий женский монастырь. Здесь настоятельница, игумене Алексия Мируси Медякина. В 2012 году проживало более 100 сестер. Ну, я так вот, когда был, я видел, ну, я думаю, что человек 50-60 там живет. Но очень хорошее хозяйство, продают тушенку, хлеб, масло свое, огурцы соленые, что еще, хлеб, который они сами пекут. Просто очень вкусно. Здесь даже люди стоят в очередь для того, чтобы вот это все купить. Ну, что я могу сказать? Очень хорошее, доброе место. Именно доброе место, светлое место. Здесь хорошо дышится. Я всем рекомендую, по возможности, если вы будете в Новгороде, просто взять, приехать в этот монастырь, походить, постоять, приложиться руками к мощам Святого Орлама. Вот, поэтому вот все, что я им хотел рассказать. Все, пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok